Желаю мира и приятного просмотра. С вами Эдскобаровский. И сегодня я хочу проверить домашнюю шаверму против уличной. Какая все-таки лучше, чем они отличаются и так далее. Так что, ребят, запасайтесь вкусняшкой, ставьте лайк. И всем, ребят, приятного просмотра. Я буду отправляться в супермаркет и там делать свою закупочку. Давайте захватим корзинку, куда я буду складывать продукты и пошли выбирать их. Сразу же мы попадаем в овощной отдел. Давайте посмотрим, почем тут помидоры и огурцы. Слушайте, на них час акции 49.99. То, что надо. Давайте возьмем один небольшой. 52 грамма. Нажимаем. И огурец нам обойдется на 2 гривны 8 копеек. Теперь давайте посмотрим по помидорам. Вот эти вот по 72. С той стороны еще есть сливка. По 66. То, что надо. 62 грамма. Нажимаем. Кнопочка 12. И один помидор нам обойдется 4 гривны 15 копеек. И также нам понадобится морковка. 17 гривен. 99. Это мытая. Возьмем обычную. 48. Пойдет. Кнопочка 56. Нажимаем. Морковка обойдется на 53 копейки. И, соответственно, нам надо взять капусту. Капуста стоит здесь 28.49. Только, ребят, целое мне не понадобится. Мне надо грамм примерно 50-60. Возьмем несколько листочков. Капусту взвесим. 170 грамм. Кнопочка 16. Нажимаем. И капуста обойдется на 4 гривны 84 копейки. Дальше. Давайте посмотрим, почему здесь мясо. 38.49. Что тут есть интересное на развес? Ага. Филе хапу акции. Давайте выберем какое-то без сала. Красиво. Вот это вот. Пойдет. В общем, взял куриное филе. 29.92. Так обычно я беру гамилку. Но сегодня филе хапу акции. Поэтому я решил взять ее. Дальше. Надо взять для соуса что-то. Там есть майонез. Но я не хочу, чтобы была шавуха вредная. Поэтому возьмем сметану. Так, что почем здесь? Надо куда-то подешевле посмотреть. 22, 24. Ну это много. 380. Нам и поменьше пойдет. Возьмем вот такую бутылку. 200 грамм. 12% за 13.99. На ней еще плюсажцы. Супер. Закидываем. И соответственно надо взять лаваш. А у нас лаваши продаются сразу же по 2 штуки. Ну то бишь я приготовлю 2 шавухи. Одну себе, одну бать. Чтобы он не обижался. И разделим сумму напополам. Так, вот тут вот хлеба булочный. Лаваш до шашлыку. Не, нам такой не подходит. Нам за шавухи. Сколько он стоит? 12.49. По идее нормально. Давайте только нижний какой-то возьмем. Более целый. Например, вот этот. Здесь 2 штуки. Супер. Закидываем. Хотя не, ребят. Грант это походу за 27.55. Это дорогой лаваш. Не, мы его туда брать не будем. Это обман. Возьмем вот этот вот до шашлыку. 2 штуки. За 12.49. И, соответственно, для сметаны надо взять чеснок. Так что возвращаемся в овощной отдел. И давайте посмотрим, почему здесь чеснок. 5.59 за 100 грамм. Берем голубцу. Конечно, мне столько не надо, но что поделать. Меньше я все равно не смогу купить. 36 грамм. Давайте сейчас вообще его кинем. 42. Супер. Нажимаем. На 2 гривны 35 копеек. Попутал кнопочку. В общем, на яйцах. Пришлось перевесить на 2.50 огурец. Рассчитался я в супермаркете. Закупочка моя составила, ребят, 69 гривен. Одна копейка. Если разделить на 2, то получится 34 гривны. Обойдется одна шава. В общем, впереди вижу точку шавуха. Сейчас посмотрим, сколько стоит у них стандартная. Я думаю, стандартная самый максимальный вариант. В общем, минимальная 35. Обычная 45. Нам обычная нужна. Там очередь. Давайте узнаем, сколько у нас тут стоит стандартная. А тут обычная 45 точно так же. В принципе, везде одинаковые цены. Здравствуйте. А можно стандартную шаверму? Можно? Спасибо. Будешь острый? Да. То есть сильный должен? Давайте сильный. 45.3. Я посмотрел, там тоже 45. Везде 45. Да. Спасибо. Пожалуйста. Приходи еще. В общем, забрал шаверму. Мне ее замотали в салфановый пакетик. В общем, чтобы она не остыла. Так что сейчас будем прыгать на троллейбус, либо же на маршрутку. И дома будем ее обозревать. Так что, ребят, не переключайтесь, потому что впереди самое интересное. Ребят, в общем, пришел домой, выложил все продукты. Я надеюсь, моя шава не остынет. Я ее тут положил. Можно возле батарейки хотя бы? Нет, они уже холодные. Первым делом давайте сделаем соус, чтобы он немножко настоялся. Так что открываем сметану. Сюда нам надо добавить 2 зубчика чеснока. Быстро мы снимаем вот эту вот шкурочку. И, соответственно, выдавливаем вот сюда вот эти 2 зубчика чеснока. Все, вот этого будет достаточно. Перемешиваем тщательно. И отправляем это все в холодильник, чтобы оно тут настоялось. Затем надо сполоснуть филеху. Так что берем досточку. И будем наедать на вот такие вот длинные полосочки. Вот так вот. И, соответственно, наверх надо добавить соль и перец по вкусу. Так что берем щепотку. Вот так вот наверх добавляем. И приправки тоже по вкусу. Газ, подсолнечное масло, аренда сковороды. И приправы мы спишем за 1 рубль. Будем считать, что шава стоит не 3-4 гривны, а 35. А где подсолнечное масло, ма? Я пересмотрел. Обычно у меня вот тут стоит подсолнечное масло. Но сегодня его я не вижу, поэтому будем жарить без него. Сковородку делаем огонь поменьше. И закидываем вот это вот мясо вот сюда вот. Пока там мясо жарится, можно почистить морковку и нарезать, соответственно, все наши овощи. Убираем морковке вот эту верхнюю шкурочку и, соответственно, ее натрем. В принципе, ребят, мясо уже подрумянилось. Вот, посмотрите. Перекидываем его на другую сторону, чтобы оно еще там немножко поджарилось. И газ выключаем. Накрываем крышкой, пусть оно себе доходит, пока я наряжу овощи. Морковку, соответственно, натру на вот такой вот терке. И, соответственно, надо порезать огурец. Его, соответственно, на половинку разрезаем и нарезаем как вам угодно. Я буду нарезать вот такими вот длинными полосочками. И, соответственно, вдоль вот так вот перерезаем. И помидор точно так же. На половинку и нарезаем на небольшие кубики. Заготовки сделаны. Теперь берем лаваш. Дальше берем соус наш. И на низ я его добавлять не буду, потому что лаваш раскиснет. На низ будем выкладывать капусточку. И, соответственно, помидор. Вот так вот. Морковку. Тоже наверх посыпаем. Не корейская, но тоже сойдет. И, соответственно, огурец. Вот так вот добавляем. Это уже будет на вторую. И, соответственно, соус переливаем наверх. Вот таким вот образом. Чтобы шава не была сухая. И осталось самое главное. Это завернуть, чтобы она не развалилась. Натягиваем лаваш. Вот тут вот подворачиваем. И теперь надо жестко заворачивать. Придавливая. И лавашик немножко треснул. Лаваш все-таки слабенький, видите? Разорвался. И здесь, и здесь. И сейчас еще второе завернем. Это у нас покрасивее получилось, чем вот это. Значит, вот эту отдадим бате. Надо было лавашик наш поджарить. И подрумянить. Вот это все лишнее выбрасываем. А шаверму закидываем швом вниз. Вот таким вот образом. Шава уже почти готова. С одной стороны подрумянила. Сейчас посмотрим, как она выглядит с другой стороны. Пойдет, смотрите. Домашняя шаверма готова. Она тепленькая. Это тоже, по сути, не особо остыло. Сейчас будем приглашать маму. И будем дегустировать. Рассмотрим плюсы и минусы вот этих двух шавух. Ребят, в общем, выложил тут две шавермы. Сделал чаек, чтобы это все можно было пить. И маму пригласил. Она вот только вышла с душа. И сейчас будем кушать. Присаживайся. Ребятки, всем привет. Наша задача разобрать две шавермы. Давай-ка разберем, посмотрим, что там внутри. Хотя можно все-таки их разрезать, да? Конечно, да. Потому что они развалятся, если мы их разберем. И кот пришел попробовать, да? Сы, будешь есть? Будешь шаверму? Мы тебе дадим попробовать. А эта сы уже везде была. Так, вот так вот на половинку, да? Да. Половинку попробуем, так же много. Половинку тебе, половинку мне. И вот эту вот разрезаем точно так же. Ну, пицца. Все. Вот тут еще пополам вот эту разрезаем. Зачем? Эту мы будем есть. Я так не буду есть много. Вот так вот выглядит вот эта в разрезаем виде. Можете посмотреть. Вот так вот выглядит наша шаверма. И вот еще вторая шаверма, как выглядит внутри. Давай-ка пробовать. Да, а какую ты купил? А ты как думаешь? Не знаю. Вот эту или эту? Я их не видела, какие они там продаются. Надо и ту, и другую пробовать. Это твоя половина, вот эта вот моя. Нет, это немного. Она развалилась. И что? Буду вилочкой. Сразу вам скажу большой минус. В этой шаверме лаваш никудышний. Он разваливается. Если ты захотела с этой, то я тоже буду пробовать большую. Ну, чеснока много, да? Много, да. Люблю чесночок. Мясо нормально? Ммм, мясо вкусное. Вот так вот она выглядит. Все-таки не хватает майонеза. Не, мне достаточно. А это со сметанкой вроде. Да, я же говорю, что тут его нет. Вот надо брать. Так это кто? Целиком и есть. С этой мне все понятно. Попробую маленькую. Боже, сейчас дети, родители учат, капец. Вот так она выглядит в разрезанном виде. Давайте заценим. Здесь морковка по-корейски. Острая. Здесь очень интересный соус. Да? Угу. Ну, это не всем можно кушать. Она острая очень. Это я попросил, чтобы он острый сделал. Да? Угу. А перемешку с этой вкусным будет? Соус однозначно лучше покупной. И лаваш тоже. Потому что мой разваливается. Я не знаю, где они такие лаваши заказывают, но у них они топовые. Мяса в домашней, понятное дело, больше. Но самое главное, это время. Чтобы домашнюю приготовить, надо кучу потратить времени. Угу. Моя домашняя обошлась в 35 гривен, а покупная 45. У тебя больше. Плюс домашней, тут я взял все натурально. А кто ты скажешь, какая лучшая шава? Ну, для бати, наверное, вот это точно. У молодежь, которая еще поджелудочную не посадила, то, может, и такая вот, со стринкой. А вот это вот лучше. Такую ему можно кушать. Это как двойная получилась. Она здоровая. Поэтому лучше не рисковать ребяткам. Че? Оберечь здоровье, сохранять свое. И дома готовить, да? Ничего страшного, что время. Что делать? Я считаю, что все-таки домашняя побеждает шава. Она дешевле, она больше. Но сказал шаловат у меня все-таки хромает. Но так она очень вкусная. И вот эту без чая невозможно. Она такая острая. Плюс там меньше. Вот не пойму, что они туда еще. Морковку по-корейски положили. Потому что зрители видели, из чего я готовил. А шов покупной они не видели. Здесь идет капусточка. Смотрите. Морковка. Потом соус. Маринованные огурцы. Курица. Ну и все, в принципе. Вот такое вот у нас получилось сегодня сравнение. Я думаю, вам этот выпуск понравился. Если да, то поставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Также не забывайте переходить в мой инстаграм. Там много чего интересного. Я там выхожу в эфиры. Я общаюсь со своими зрителями. Так что. Все ссылочки в описании. Всем спасибо за внимание. И что ты скажешь? Кто готовит свою? А если вам нравятся сравнения. разных вот таких вот блюд. Что пишите в комментах. А и возможно мы еще такое сделаем. Всем ребят пока. Пока-пока.